Туристический поток во многих регионах при Волжье в летний период вырос по сравнению с прошлогодними показателями. Увеличению числа туристов способствовали активное развитие туристической инфраструктуры и переориентация спроса на поездки внутри страны. Например, в Нижегородской области, по данным Росстата, число туристических поездок в июне-июле этого года оказалось на 11% выше, чем в аналогичные месяцы прошлого года. При этом количество постояльцев гостиниц и отелей выросло на 19%. В целом, в крупнейших туристических регионах при Волжье этим летом отмечался рост уровня заполняемости гостиниц, а некоторые отельеры сообщили о дефиците номеров. При этом участники рынка отметили, что сократился период между датой бронирования и датой заезда в отель. Более популярными стали спонтанные поездки. Росту числа незапланированных поездок способствовали высокая транспортная доступность туристических регионов при Волжье, а также насыщенная культурная программа. Спонтанность туризма увеличила нагрузку на работу предприятий в туристической сфере. В таких условиях сложнее планировать закупки, готовить номера и мероприятия, отметили при опросах представители отрасли. При подготовке доклада «Региональная экономика. Комментарии ГУ» Банк России в том числе использует данные опросов нефинансовых предприятий и мнений экспертов. Это позволяет дополнить официальную статистику мнениям бизнеса и аналитиков, а также выявить только зарождающиеся тренды. Стать участником опроса может любое нефинансовое предприятие, которое заполнит заявку на сайте Банка России. День открытых дверей пройдет в историческом здании Волговятского главного управления Банка России 30 сентября. В этот день в доме номер 26 на улице Большой Покровской посетителей будет ожидать просветительская программа с экскурсиями по зданию Банка.